Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием MySummerCar. И сегодня мы с вами посмотрим на способ улучшить или, скорее, видоизменить графику в игре с помощью Reshade. Программа распространяется абсолютно бесплатно и не требует никаких особых навыков. Для установки достаточно лишь указать путь к экзешнику игры, соответственно, в корень папки. И всё. Далее вы уже получаете доступ к большому количеству всевозможных эффектов и сможете всё это самостоятельно настроить. Но сначала важно понимать, что производительность игры снизится ещё. Казалось бы, куда ещё? И если у вас слабенькая конфигурация ПК, то лучше вообще не заморачиваться, потому что производительность может упасть вплоть до 40%. Так что FPS, соответственно, вы тоже потеряете большое количество кадров в секунду. Особенно, если ваше сохранение ещё и захламлено. То есть оптимизация игры и так не шибко хорошая. Если вы поставите ещё Reshade, будет намного хуже. Итак, давайте сейчас вместе с вами разберёмся с различными эффектами. Сейчас на данный момент у меня стоит всего лишь пару эффектов. По-моему, HDR и что-то ещё. И я могу одной клавишей выключить все эти эффекты. И вы посмотрите, как игра изначально выглядит. Вот так вот. Тусклые цвета. Такое ощущение теперь, что картинка размылена. Но на самом деле мы можем, конечно, отключить сглаживание и улучшить ситуацию. Вот так вот всё выглядит без сглаживания. Ну, стало чётче, но не знаю, лучше ли стало. Теперь мы видим сплошные лесенки. Так что мы, пожалуй, сейчас обратно врубим сглаживание. И теперь лишь одним нажатием клавиши я могу преобразить графику в игре. Теперь цвета сочные, небо голубое. Смотрите, они тусклые и унылые. Ну, конечно, может кому-то и не понравится. Зелень, смотрите, очень зелёная, всё контрастная, цветастая и более чёткая. Всё стало видно из-за этого эффекта HDR. Смотрите, такая вот церковь. Теперь выключаю эффекты и она тусклая какая-то. Цвета без эффектов может быть более естественные. Хотя голубое небо тоже такое существует. И зелень зелёная. Так, ну что ж, давайте сейчас с вами покопаемся в настройках. Посмотрим на разные всевозможные эффекты. Выберем вот такой вот ракурс. И теперь мы нажимаем клавишу Home для того, чтобы открыть меню с этими эффектами. Так, сперва я советую нажать Escape и только потом клавишу Home, чтобы курсор нормально перемещался. И если вы не нажмёте Escape, не вызовите меню с настройками, нажмёте Home, откройте меню шейдера, тогда у вас будет скакать курсор и вы ничего нормально сделать не сможете. Итак, вот какие эффекты у меня включены. HDR, эффект под названием iAdaptation, Magic Bloom. И ещё один эффект, который называется Multilute. Не знаю, что он даёт на самом деле, я рандомно понажимал здесь и выбрал пару эффектов. DPX у меня также включён. Также, смотрите, включено у меня сглаживание искусственное. И ещё один эффект под названием Adaptive Sharpen. Это уже не совсем понятно, что он даёт. Я поэкспериментировал, в общем. Давайте сейчас, чтобы было наглядно. Блин, на самом деле, солнце спряталось за облаками. И, честно говоря, было бы неплохо куда-нибудь переместиться, наверное, в более светлую область. Или дождаться, пока солнце снова выглянет и территория пойдёт под прямые лучи. Ладно, давайте пока останемся возле магазина. Несмотря на то, что солнце сейчас не светит особо, я думаю, мы всё равно сможем увидеть, как меняется графика в игре. Только вот так вот мы сделаем, чтобы хоть какие-то объекты было видно за меню. Итак, вот, смотрите, я отрубаю HDR. Картинка становится менее резкой и более блеклой. Так что HDR, я думаю, надо оставить. Adaptive Fog, я не знаю, что это. Ё-моё. Вот его, наверное, лучше не ставить. Но нужно понимать, что каждый эффект вы можете самостоятельно настроить. Например, вот снизить. Снизить эту яркость. Здесь детальные настройки, как вы видите. Например, оставить вот так. Так вот, и даже если солнце спрятано за облаками, теперь всё более-менее нормально видно. Достаточно ярко. Виньетка, смотрите, эффект. Такое затемнение в виде рамки. Я думаю, не стоит его включать. Также какая-то вибрация. Так, ну вот более, более, ещё более кислотные цвета. Можно, опять же, эту кислотность вот здесь вот с помощью ползунков снизить и сделать, например, вообще чёрно-белую картинку. Либо, наоборот, на максимум выкрутить и получится ещё более кислотные цвета в итоге. Так, мы её, наверное, тоже выключаем. Ну и таких эффектов здесь полно. Всякие фильтры и так далее. Хроматическая аберрация, смотрите, есть где-то здесь была. Ночное видение. Давайте попробуем врубить хроматическую аберрацию. И вот такое вот размытие по углам у нас теперь появилось. Ну, некий эффект всё-таки создаётся. Далее ночное видение. Давайте посмотрим, как выглядит. Пожалуйста, если вы не хотите устанавливать модификацию на ночное видение, вам обязательно нужно чем-то заниматься в темноте, без фонарей, фар и так далее, то вы всегда можете воспользоваться вот этим фильтром. В принципе, разглядеть что-то можно. Такой вот эффект. Так, вот это у нас что? Не очень понятно, что меняется, но, по-моему, ещё... Да, ещё более резкая картинка стала. Всякие сглаживания, здесь лучи. Большое количество всевозможных эффектов. Простор для вашей фантазии. Вы можете собрать собственный пресет. Какой-то блюм. Ой-ой-ой. Смотрите, даже элементы интерфейса теперь в таком свечении. Ну, кстати, прикольно выглядит. Хотя блюм в настройках игры, как видите, я выключил. Что будет, если включить и там, и там блюм? Я даже представить не могу. Пожалуй, мы не будем сейчас этим заниматься. Вот ещё сглаживание FXAA. Такое вот сглаживание. Картинка более мягкая становится. И углы, соответственно, сглаживает. Это настройка. Ну, и многое-многое другое здесь есть. Можно экспериментировать. Если вам не нравятся сочные цвета, вы можете сделать блеклые цветы. Если вам нравится наоборот, яркая цветная графика, сочная, кислотная, вы тоже можете определённые настройки выкрутить. Даже если вы не понимаете, как я, какая настройка отвечает за что, вы всегда можете, ну, чисто поэкспериментировать. Нажать, что-нибудь врубить, посмотреть, что будет. Все эти настройки потом сохраняются. Если вам не понравилось, можете поднастроить. Вот видите, здесь каждый цвет можно регулировать даже. Ну, в этом эффекте, например. О, вот это я понимаю, графон. Представьте, в таком режиме собрать тачку слабую. Целый челлендж только что придумал. Ну, и даже этот эффект мы можем чуть-чуть уменьшить. Как будто мы под водой находимся, и нас трясёт. И, посмотрите, выцвели кнопки, элементы в настройках. Эффекты можно назначать на различные клавиши. И какие-нибудь определённые эффекты с помощью клавиш отключать. Вот, например, на нам под минус что-то стоит. Ring Dove. Так, и вот этот вот эффект загружается очень долго. Если вам кажется, что игра зависла, это не так. Нужно немножко подождать, чтобы она расперделась, и эффект применился, видимо, какой-то тяжёлый эффект. Ё-моё. В общем, можно создавать свои пресеты, делиться ими с другими игроками. Также в этой программе есть настройки. Вы можете на определённые клавиши назначать выключение, включение и так далее. Включение оверлея вот этой вот менюшки. Также пользовательский интерфейс весь этот можно настроить, даже цвет поменять и так далее. Здесь во вкладке статистика, соответственно, статистика имеется. Всё можете посмотреть. Количество кадров в секунду и так далее. Я, пожалуй, вот такие вот настройки оставлю. Картинка стала сочнее, чётче и симпатичнее, на мой взгляд. Можно ещё блюм врубить, стандартный блюм. И посмотреть, что из этого выйдет. Ну, сильно не поменялось, на самом деле. Действительно, можно блюму оставить, потому что сейчас солнечных лучей нет. Опять же, солнце спряталось. С утра ещё на карте немного погуляем. Так, я, пожалуй, телепортнусь. Всё, да, вот к свину. А, блин, у меня же в этом сохранении дождик, кстати, пошёл. Дождался я солнечного дня. Вот теперь заметна работа блюма. Мы его отрубаем. И теперь нет такого дикого свечения. Может быть, кому-то это свечение нравится. И, в принципе, можно оставить. Мне не особо, честно говоря. Я, пожалуй, буду вырубать. Вот так вот выглядит теперь гараж. Он не такой тусклый. Опять же, если мы вырубаем... Смотрите, всё серое, всё в одном цвете. Такое ощущение, всё смывается в одну жижу. Если мы применяем эффекты, теперь у нас появляется возможность развещать цвета. И здесь, оказывается, в гараже достаточно много цветов. Мы их все видим. Вот такое вот озеро теперь. Озеро сильно не изменилось. Хотя нет, изменилось достаточно. Вот когда я выключаю все эти эффекты, изменения сразу налицо. Всё-таки всё познаётся именно в сравнении. Давайте ещё где-нибудь полетаем. Вот такой вот грузовик у нас теперь яркий. Конечно же, после всех этих пресетов сильно графика не изменяется. В плане текстур, разрешения текстур, в плане освещения, теней и так далее. Это не полноценный графический мод, который именно меняет графику. Это контраст, это яркость, сочность, цветность и так далее. Все вот такие вот эффекты. Это, конечно, не настоящее сглаживание, не настоящий HDR и так далее. Смотрите, как теперь выглядит симпатичный автомобиль. Если мы его выключим, выключим эффекты, и он теперь блеклый опять же. Вот такие вот дела. Давайте посмотрим на персонажей. Персонажи сильно не меняются, особенно если они в тени. Посмотрите, какой теперь симпатичное, яркое, цветастое поле, клубничное. Так, давайте выйдем еще на шоссе. Кстати, шоссе мы уже видели. Такой вот асфальт теперь. Опять же, как будто он четче стал из-за этих фильтров. А теперь он размыленный. Так что, если у вас более-менее нормальная система, и вы хотите что-то изменить в графике игры, то, пожалуйста, вы можете это достаточно легко провернуть. Ссылку на решейд я оставлю в описании. Я какое-то время, может быть, даже с этим решейдом поиграю. Пока не надоест. А если надоест, всегда можно поменять настройки. Пока, наверное, дикие просадки не будут до 10 фпс. Вот тогда придется отказаться от всех этих графических настроек. Смотрите, какой. Прекрасное теперь поле. Радости, веселье, депрессия. Радости, веселье, депрессия. Снова радости, веселье. Надо будет попробовать поставить ретекстур. Поставить... О, давайте, кстати, посмотрим, как будет выглядеть вечеринка с этими решейдами. Надо будет поставить зимний ретекстур и поиграть с настройками. Так, что я делаю-то? Нам нужна суббота, и нам необходимо поспать немного. Твою мать, я телепортировал случайно в фургон, вместо того, что тэпнуться к нему наоборот. Так, давайте к сатсуме. Тэпэшнемся, отдохнем немного. Можно, короче, проэкспериментировать, поэкспериментировать, поставить ретекстуру зимней, поиграть с настройками, чтобы не так, не так белый цвет резал глаза. Может, желтизны добавить немножко и так далее. Так, там уже звоночек. Ночью, смотрите, как, кстати, элементы интерфейса светятся из-за блюма. В частности. Ну вот, смотрите, как ночное время суток выглядит в помещении. Это с решейдом, без решейда. Можем выглянуть куда-нибудь на улицу. Без решейда, с решейдом. Такой вот зеленоватый фильтр получается. В принципе, как все выглядит внутри с освещением, мне нравится. С решейдом. Вот так выглядит вечеринка с решейдом. Что-то... Что-то, по-моему, не так. Ребята, вы что, взгрустнули? Вечеринка же. Вы должны радоваться, а вы что-то голову повесили. В прямом смысле. Так, вот, выключаю решейд, и все достаточно тускло. Не знаю, почему у них... У них повисли головы, я ничего не делал. Видимо, багуля. Теперь включаю решейд обратно, и вот такая вот красота у нас здесь. Много цветов. Очень все ярко, контрастно. И так далее. Можно еще напоследок... Да, давайте напоследок фейерверка запустим. Посмотрим, как будет выглядеть фейерверк с решейдом. Для этого нам нужно тпшниться в коттедж. Замрать оттуда фейерверк. И сейчас тпшнемся домой. Для того, чтобы засунуть фейерверки в бочку. Как раз здесь у нас почти ночь, 10 часов. Так, ну и давайте туда немножко фейерверк запихнем. Много не будем. Чтобы игра сильно не лагала. Вот это с решейдом. Без решейда. Ну, кстати, фейерверк и так сочный. Имеет сочный цвет. Что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...